Мистер Гольдберг, мисс Розенбаум, и редактор программы «Одаренные дети». Из достоверных источников нам стало известно, что вы планируете продолжить обучение в одной из английских школ. Как ли это? Это крайне конфиденциальная информация, и я не знаю, откуда вы ее взяли, но да, это так. Неужели ваши знания английского языка настолько совершенны, что обучение за границей для вас не проблема? Я уверен, что справлюсь с поставленной задачей. В нашей программе было бы интересно узнать больше сведений о такой мингвисте. Проследуйте, пожалуйста, со мной для выяснения других интересующих нас подробностей. Как бы это был английский детектив, то, возможно, именно так вы бы познайомились и стал новичным хлопцем. Однако сегодня мы находимся у обычного ліцея, где учится обычный хлопец. Программа «Обдаровані діти» не впервые находят таланти у ліцея при Донецком национальном университете. Тут навчается чимало перспективных детей, чьи здебности уже сьогодні прославляют Донецкую область на всеокраинских просторах и в закордонных масштабах. Само наш ліцею был создан для того, чтобы готовать детей для учения в нашем университете. Поэтому, если они идут до нашего университета на соответствующие специальности, то я это витаю. Те, что выкладчики ліцею готуют учнів для навчания в Донецке «Альма-Матер», не означает, что их знания однобічні чи неповноцінні. Більшість дітлахів, что учатся в ліцеи, есть, что-найменше, старанными учнями. Сдебности деяких из них сгодом грануются с усиллями как вчителев, так и самих детей и поступово перетворюются на справжні діаманти. Сьогодні один из таких діамантов мы нашли среди знавців англійської мови. Это началось вообще еще с самого раннего детства. Я помню, я еще сам, вообще в маленьком, мне лет 5 было, наверное, тогда меня отвели в группу такую английскую, вот, и мы просто там нас учили говорить на элементарном уровне. Мне вообще было интересно, вообще другой язык, то есть я говорил по-русски, и для начала мне было не до конца вообще понятно, почему говорят другими словами, да, и мне хотелось понимать людей, которые говорят этими словами, вот, но это было довольно-таки интересно. Я его не считаю каким-то особенным, просто у него с детства были определенные способности, которые мы в нашей семье по мере возможностей старались развивать. И он рано освоил компьютер, он рано начал изучать дополнительно английский язык. Мы пригласили преподавателя, он приходил, он не возмущался, ничего, урок проходил, ему нравился. Он спрашивал, когда следующий раз будет занятие, поэтому у нас проблем не было. Сгодом, когда хлопец подрис, его бабуся запропонировала передать малого уроки профессионального огранщика детских здебностей. Вчительки английской мовы Наталья Евгеньевна. Бабушка у нас преподаватель немецкого языка, и, ну, как бы, в школе у нас основной язык все равно английский, и поэтому она считала, что самое главное – это иностранный язык, независимо, он в любой области пригодится, поэтому там, наверное, больше инициатива бабушки была. Я начал учить все аспекты языка, то есть это говорение, там, чтение, письмо, грамматика, ну, там же очень их много, вот, но я начал уже серьезно подходить к языку, если раньше там разговорные какие-то общие темы были, вот, которые, в принципе, ну, они нужны, но они ничем, как бы, в изучении языка не помогали. За сегодня Артем так впевненно себя почувает у вивчения английского. У шостому классе, когда начались серьезные занятия, учительца довелось докласти чимальных усилий, чтобы талант хлопца до английского достиг уже за несколько лет. Ему было нелегко, потому что это был желторотенький, желторотый ребенок, я его получила вот таким. Он практически, мы начинали с нуля, у него были навыки говорения, он знал несколько стихотворений наизусть, писать он не умел, читать он мог, только начальные навыки были по чтению, и практически все это мы преодолели. С шестого по седьмой класс, я думаю, у меня вот был такой переломный момент, когда я начал вот, уже начал разговаривать на, вот, ну, начал разговаривать, то есть я еще не говорил, но раньше, до этого я боялся говорить, вот, и как бы у меня стеснение какое-то, я не мог сформулировать свои мысли. После этого я уже начал выражать свои мысли четко и понятно. Вот, после этого, после восьмого класса я написал международный экзамен, вот, FC, который подтверждал, что у меня уже довольно таки высокий уровень. Міжнародные испыты – не единственная закордонная практика у жизни юного поциновывателя английского. Неодноразово Артем приездил до Великобританії, и привозил звезды безцельное дополнение для своих знаний с иноземной мовой. Я ездил в Англию много раз, вот, ну, не много, три раза в общей сложности. Я пробовал там четыре месяца, вот, проходил практику, на разные семинары ездил. Здесь нужно сказать о практике, которую благодаря родителям он приобрел. На занятиях английского языка он трудится теоретически и практически, но этого явно недостаточно. Ребенок выезжает каждый год, родители обеспечивают ему эти поездки, и это, конечно же, способствует хорошим практическим навыкам. Поэтому он еще и хорошо, и бегло говорит на английском языке. То есть все в комбинации, все вместе. Труд учитель, труд ученика, труд родителей. У одними из таких подорожей – мангломовный табір. Артем зустрів хорошего друга – Эльдара, разом с которым заразь навчается у ліцеи. Під час разговора с этим хлопцем, он узнався, что сразу обратил внимание на будущего, лучшего друга. Уже в этом лагере я замечал, что Артем выделялся как бы серой массой учеников, и поэтому я обычно списывал домашнее задание именно у него. Ну и, в принципе, в ліцею хочу сказать, что многие подходят к совету, за советом к Артему, чтобы он помог как-то, направил в нужном русле обучения. Но при этом я хочу сказать, что Артем не является таким, знаете, стереотипным заучкой. Вот ты говорил, что он тогда выделялся тогда, ты его тогда заметила. Вот чем он выделялся, почему выделялся? Ну, знаете, как бы он владел английским не на таком уровне, как все там во время урока ведем беседы, там просто текстом работаем, а он мог и пошутить на английском, мог и про фильм какой-то вспомнить, мог как бы учителя подколоть немного, какое-то замечание сделать. То есть он уже владел английским более таком разговорном уровне, как носить рисунок. Чи відомо вам, что майже 400 миллионов людей вважают английскую родную мову? У якості другої мови английской володіє больше, чем 1 миллиард мешканців нашей планеты. Это шоста частина жителей Земли. Тоже, если вы еще не приделяли цей мове належной уваги, варто задуматься над ее вивчением. Не менш важливим є вивчення інших мов, например, китайской или испанской. Само они є найрозповсюдженішими в свете. На наш подвиг Артем майже не брав участі у вітчизняных олімпиадах та турнірах з англійською. Однако это не означает, что здебности хлопця, как то кажуть, лубьяні. Просто свои досягнення, подтверждені документами, потянувач англійську і здобував за кордоном. Вот здесь лицей для одаренных детей, но все равно есть дети, которые лучше знают язык, а есть, которые хуже. Вот, допустим, Артем, что у него? Это у него талант к языку, или это у него просто из-за того, что он давно занимается? Несомненно, у него талант. Несомненно, Артем одарённый ребёнок, очень умный ребёнок, но ни один результат высокий не добивается, не достигается без труда. Поэтому, конечно, здесь комбинация таланта, ума и труда. От природы он наделён такими качествами, как феноменальная память и, как все гении, отсутствие усидчивости. Но, тем не менее, нам, учителям, как раз и нужно эти трудности преодолевать и находить какие-то решения, чтобы ребёнок при отсутствии усидчивости добивался результатов. Ну, это уже мастерство учителя. А его талант, конечно, вспоминать, хорошо схватывать материал, быть хорошим учеником. Гарным учнем Артем є не лише тому, что он улюбленец вчителев. Хлопец уже встиг довести, что недарма на него покладают чималі надії. Так, после успешного складания международного испытания и беседы с директором закордонного навчального заклада, он выборов право навчатись в одни из английских школ. Быть понятым и благодаря своим навыкам хорошо слушать, хорошо говорить, он понравился. Естественно, его заметили и пригласили, и он будет третьим из Украины, который будет учиться в этой школе. Это с этого года начинает иметься дитя? За всю историю нашего украинского государства. Это третий человек, который будет учиться в этой школе, и для нас это большая радость. Я планирую получать образование в одной из лучших школ Англии. Это предуниверситетская подготовка, два года, считайте, 12-13 класс. После этого я хочу поступить в лондонскую школу экономики, отучиться там. И если так сложится, дай Бог, что мне предложат там работать, я с удовольствием остаюсь за границей. Мать и хлопца рассказала, что идея навчания за кордоном появилась близко двух лет тому, после очередной подорожки до Англии, и очень привабила как родителей, так и самого Артема. Я влюблен в Англию. Я не знаю, я езжу туда просто с удовольствием. Меня сейчас пригласили туда, в школу, в которую я в принципе поступил, просто ее посмотреть, там они мне экскурсию проведут, я экзамен еще один напишу. Хлопец із нетерпінням чекает за кордонного навчання. А поки що він тренує свою англійську та пізнає інші цікаві йому сфери. В этом году я хочу, я экономикой интересуюсь, хочу пойти на Малую Академию наук по экономике, буду участвовать в Олимпиаде по-английскому. Занимаюсь спортом, но это больше как хобби. Я тренируюсь в спортзале, просто бег, потом бокс, вот иногда там с тренером занимаюсь, но это просто как увлечение. Від навчання у школе Артем відпочиває під час самоосвіти вдома та позашкільного життя. Люблю историю, интересуюсь, политику, я книжки очень много читаю, вообще интересуюсь. Раньше я очень любил фантастику, фэнтези. Сейчас читаю более серьезные книги, например, вот книга, которая вообще такая она жизненная, и я считаю, ее вообще стоит внедрить в систему образования, это Наполеона Хилла, «Думай богатей». Эта книга, которая позволяет, ну, это вообще, вообще она предусмотрена для бизнеса, вот, но она помогает, вот лично мне, она учит, как достигать любой цели поставленной, вот, и «Капитал Карла Маркса» я читал, потом читаю, вот, из такой классики, ну, вот, «Оскар Вайлд» очень интересно тоже пишет, вот. Говорят, что часто очень отличается, вот, то, что ты читаешь в оригинале, да, то есть, от того, что переводится на русский язык, вот, не замечал такого вот, ну, как таковых отличий особых я не заметил, просто оно воспринимается по-другому, потому что переводчик, он, он сам не может передать вот тех эмоций, которые испытывал автор, когда он писал, и поэтому, ну, сразу видно, вот, какое-то заметное отличие, что у книги появляется душа. Мы просматриваем много шоу на ютубе, и очень много этих шоу ведется на английском языке, и как бы некоторые шутки на сленге можно неправильно понять, как бы в прямом значении или в таком, но Артем, как бы понимает, что имеется в виду в конкретном значении, и поэтому мы с легкостью их смотрим. Артем очень веселый по жизни мальчик, он участвует во всех праздниках лицея, причем на концертах выступает как ведущий, он участвует в клубе «Полиглот» и также в дискуссиях наших ліцеев. Багато хто з нас мріє вчитися, жити чи подорожувати іншими державами. Ті, хто докладает для цього зусиль, отримують бажане. Якщо ви таки ж наполегливі, як герои сьогоднішнього випуску, то не сумнівайтесь, ваша мрія справдиться. А мы с вами прямуемо далее, в гости до знавців экономики. Валютные коливания, реклама, социальные мережи, как бизнес, особенности оподаткувания, все ци та багато інших питань поднимали цього тижня підлітки на одній из интеллектуальных встреч. Тут на областном турнире з экономики, что проходил Донецк, мы встретили другую сторону дитячого таланта. И хотя смагались тут у знаниях с экономики старшоклассники, их ответы были совсем не дитячими. Кто из дитлыхов, уверенно, ответил на вопросы фразами из подручников. А дехто, просто знаючи сучасную экономическую ситуацию, висловливал свои думки. Саме таких детей члены жюри турниру называли талановитыми, перспективными экономистами. Мне кажется, это дети, которые неравнодушны к тому, что происходит вокруг них. То есть экономика – это жизнь, это то, чем они живут, то, что их ожидает в будущем. И если ребенок неравнодушен к тому, что происходит в стране, то, что происходит в родном городе и так далее, то вот за этими детьми будущее. В отличие от Олимпиад, турнир – это игра командная. И, помимо знаний по определенному предмету, оценивает еще умение предоставить эти знания, представить, я в большей степени бы сказала, умение отстоять свою точку зрения, которая не всегда совпадает с мнением другой команды, умение поддержать конкретного участника команды в турнирном бою, ну и умение, естественно, достойно вести бой. Для тех, кто еще никогда не бывал на подобном заходе, расскажем о его основном правилах. Участники змагания выступают в трех ролях – доповедача, оппонента и рецензента. Завдание каждого из этих юных знавцов экономики – знать, что досконально предложить до ответа вопрос, и умение интересов, и аргументированно на них ответить. Приходят новые ребята, и, как правило, команды формировали именно по желаниям учеников, то есть те, кто собирается в дальнейшем, либо стать студентом экономического факультета, либо же так или иначе связать свою жизнь с экономикой, они стараются, в общем-то, проявить себя, как на турнирах, но этих же детей вы сможете увидеть у нас и на Олимпиадах. Оля вперше брала участь у таком турнире. Однако это и не завадило впевнено почуватись перед змаганиями, адже цікавость до экономики вона открыла у собі досить давно. Более обширной экономикой я начала заниматься в девятом классе, благодаря своему преподавателю. Она умела меня заинтересовать экономикой, я написала свою первую работу МАН, достаточно успешно, заняла первое место в городе, представляла наш город уже в области. Как вот изучаешь экономику, что учишь, что смотришь, что читаешь? Читаю много статей по экономике, очень много информации у нас в школе, экономический профиль у меня, поэтому очень много знаний я получаю в школе, ну, сама, конечно, в интернете достаточно много статей интересных читала, и, может быть, в будущем свяжу свою жизнь именно с экономикой. По твоему мнению, талантливый экономист, кто он? Талантливый экономист, возможно, это не только тот человек, который понимает в экономике, который посвящает себя этому и узнает что-то новое, не потому, что ему это нужно, а потому, что ему это интересно. Это уже не первая подобная думка юных интеллектуалов чудо наявности таланта экономиста. Сдаётся, в этой сфере здебности имеют трешки другие проявы, чем в других науках. В этом мы переконались, как, словом, дорослых экономистов, так и тех, кто лишь начал зануриваться в свет бизнеса, податков и прибытиков. Знаете, как в народе говорят, надо, чтобы была жилка, то есть, она невроженая, ей надо воспитывать, то есть, какая-то хозяйственная, начиная с дома, начиная с семейного бюджета и заканчивая уже своей семьёй будущей, работой, может быть, выходом на государственный уровень. То есть, мне кажется, это всё должно прививаться с детства, всё это должно как-то именно, ну, накрутить человек, чтобы он сам себя воспитывал, чтобы ему помогали взрослые и школа, конечно же. Наверное, талантливый экономист это тот, кто стремится разобраться в достаточно сложных экономических задачах. Понятное дело, что однозначно, абсолютно правильного ответа с первого раза может и не получиться. но уже желание попробовать свои силы, опираясь на свои, пусть не такие фундаментальные знания, которые у них есть сейчас, будучи учениками школы, вызывают всякую похвелу. Вже с первых хвилин его активнейшие команды решили заявить про себя. Как-то, например, команда из Горлевки, под названием знакомого всем, кто хотя бы трошки знает историю. НЕП. Новая экономическая политика в новой будущем только для нас. Сегодня важливые вопросы, которые мы говорим на нас. Суперникам «Мы желаем балерантно и идти до игры!» Змагання розпочались, и ось первые три команды начинают готовиться к ответу. Кто-то помятно нервуется, а дехто уверенно ожидает на ответ соперника, чтобы разбить ее вщент своими переконливыми аргументами. Какие турниры, по вашему мнению, по экономике, насколько они важны? Я считаю, что очень важны, потому что, во-первых, они углубляют интерес детей к изучаемому предмету, во-вторых, расширяют их кругозор, потому что, готовясь к турнирам, они не только повторяют знания, определенные рамками школьной программы, но и, естественно, изучают дополнительную литературу, пользуются дополнительными источниками. Вот сегодняшний турнир, насколько он для тебя важен, насколько вообще важны такие турниры, что они дают? В первую очередь, возможность реализовать себя. Во-вторых, конечно же, я познакомилась с множеством людей, моя команда, мы вот уже три недели так плечо к плечу сплотились с дружным коллективом, посвятили все свои силы этому турниру и, конечно, надеемся на первое место. Экономика, как и другие науки, мае в своей истории много интересных и смешных фактов. Так, например, экономика Российской империи памятает дотепный податок на чоловьичу бороду. Чем довшую она была, и, чем богаче был ее властник, тем больше доводилось платить в государственную скарбницу. Тих, кто сплатив податок, носили из собой специальную монету, на одном боце якої было написано «Гроши взято», а не иншим изображался «Герб России». Цікавим способом борьбы із неплатниками податков запамятался в истории экономики досвід Стокгольма в 1970-х раках. Тут працювала людина, що вмела гавкати голосами собак різних порід. Вона ходила вулицями міста та лаяла, викликаючи відповідне гавкання псів. Так керівництво міста дізнавалось, хто ухилявся від сплати податків. Це домашня тварина. Талановиті економісти, що виходили виступати перед публікою, намагались відстоювати свою точку зору. Дівчата розповідали про способи заробітку у соціальних мережах, хлопці торкали з тем прибутку у рекламі. Але це не було схоже на звичайний доклад у школі, адже після своєї відповіді дітям доводилось відповідати на підступні запитання противників з інших команд та доводити свою правоту. Чим впевненіша даси відповідь, тим більше балів отримає твоя команда. Я вважаю, що такі турніри архіважні, поскольку вони дають, во-первых, командна гра, це уміння сподівається в команді, це уміння якось друг з другом сподівається, сподівається, область роботи і вже далі зв'язалися з економікою і при этом другими науками, яких інтересували і при этом стали відвідувальними спеціалістами в їх області. Валентин також був активним учасником дискусій і учасники турніру побоявались його каверзних питань. До речі, зауважте, в його школі вивчення економіки розпочинається лише з наступного року. Ми запитали у хлопця, я вообще считаю, що будь-яке увлечення дознається на личностях інтересі. Нікого заставити не можна. При этом собираєшся активно посвіщати свою життя економіки чи це для тебе як хобі? Не знаю, скоріше буду посвіщати економіки, тому що мені кажеться, що це доволі перспективна в Україні, в нашій країні, в нашому регіоні, навіть в моєму місті. Чому так? Ну, знаєте, коли смотриш на весь безлад, який твориться в округі, серце просто болить за родной міст, за родну країну і хочеться просто щось зробити, щось полезне, допомогти якось. Ведь, якщо ми підрістаючі покоління, поки роблять зараз ті, хто старше нас, потім, коли вони уйдуть, ми будемо хозяйами на цій землі. Нам треба учитися щось робити. Не менш серйозним учасником турніру була активна горлівчанка Даша. Вона керувала своєю командою а спрямовувала її до перемоги. Я займаю журналістикою в городській організації медіагрупа «Скрєпка», яка займається випуском новостей нашого міста. Чому сьогодні вирішила прийняти участь в економічному турнірі? Це, взагалі, мій шестій турнір. Я вже прийняла участь по журналістике турніру, по економіки і по праву. Економіка, тому що мені це дуже близько, це дуже цікаво і навіть забавно і з таким ставленням до цієї нелегкої науки дівчина та її команда посіла перше місце в турнірі. І тепер буде брати участь у наступному етапі змагань. Програма «Обдаровані діти» бажає вам таких же легких думок та постійних перемог над собою. Лекайте свої таланти та будьте успішними у своїх починаннях. До зустрічі! Дякую!